мы сказали что когда мы переносим вещи есть четыре вида владения которые запрещено выносить из частного владения в общественное и наоборот частное это мой дом общественное владение это улица сказать там есть минимальный размер примерно 8 метров в ширину сквозная улица без тупиков и кроме этого есть еще два вида владения это кармелит это то что не является не общественным несчастным владением там это где улица с тупиком или это море или это поле там где люди много людей не ходят это называется кармелит и по торе нельзя по торе можно было туда выносить и заносить но мудрецы сказали что нельзя потому что немногие люди знают разницу между кармелит и решу тарабин общественным владением и 4 тома компту маком втор это место на котором до можно переносить это раз теперь мы сказали что частным владением может быть не только мой дом даже стол шириной 4 на 4 кулака и высотой в 10 кулаков 40 на 40 сантиметров скажем и высотой в 1 метр он уже считается частным владением поэтому есть человек проходит на улице у нас принято и правильно это принято что человек увидел кусок хлеба на земле он берет его понимает сторону но шаббата но сначала подумать куда я его ставлю если это столб или мы сказали тогда электрический бак здесь на улице он широкий и он высокий нельзя мне с улицей с земли положить его на этот бакс или на этот столб потому что тогда я перенес из общественного владения в частное даже это частного день находится на улице теперь а лучше не трогать шаббат не трогать запрещают который и носить что-либо из частного владения дом квартиры тому подобное в общественные улица площади и тому подобное также запрещается вносить частное владение из общественного запрещается кидать или передавать что-либо и сейчас вам владения в общественное и наоборот очень не говорит не может сказать окей я не вынесу на рукав или в кармане а я перед передам или брошу на улицу не имеет право также запрещается переносить что-либо на расстояние 4 локтей с каждой 4 шага кто человек ходит если нету и рума на улице он делает запрет запрещается переносить на расстояние 4 локтей 192 сантиметра 2 метра в общественном владении все приводимые примеры как мы говорили относится к местам где нет установленного и рума 7 запрещается выносить ключи носовой платочек дамские сумочки и любые другие предметы из дома на улицу нельзя ставить снятую шляпу или другие предметы на любое место на улице высотой в 10 кулаков кулак 8 10 сантиметров и площадь 4 на квадратных кулака на 4 кулака и более такие как машины кусты и тому подобное так эти места по закону считается частным владением и происходит перенесение из общественного владения в частное еще здесь примеры человек идет по улице ему жарко он хочет свою шляпу снять или шапку снять протереть свою голову и пойти дальше он имеет право взять свою шляпу и положить его на забор из кустов высотой 10 кулаков примерно метр и так далее чтобы у него не было потому что все это является частным владением несмотря на то что он сейчас горяже на улице где-то через частное владение это размер достаточно для частного владения неважно куст размером 4 на 4 высотой метр уже это частное владение если ру вес там меньше проблем запрещается выносить коляску с ребенком или без него на улицу в местах где не установили ирув а также запрещается выносить ребенка на руках ребенка который не ходит нельзя его носить если нашли на улице что-либо körм convincingность если нас нашли на улице gradually то запрещается переносить это по улице чтобы занести домой запрещено выносить что-либо в карманах одежды и поэтому необходимо проверить и очистить карманы до шаббата человек который у него нет отдельной одежды на шаббат то он должен проверить и дарить у него отдельная одежда на шаббат мы сказали иногда человек одевает субботнюю одежду на свадьбу или еще на какие-то мероприятия это все и перед шаббатом как выходить из дома он должен проверить что в карманах у него ничего нету не обязательно что этому ты не обязательно что это деньги или ручка или еще что-то ничего не должно быть кармана не платочка не ключей как мы сказали и так далее все приведенные выше запрещен все приведенное выше запрещено торой торы тоже сказали товар запросил но мудрецы израиля сделали ограждение закону торы чтобы отделить человека от греха и поэтому постановили что запрещается выносить из кармелит в частные или общественные владения и наоборот а также запретили приносить что-либо в самом кармелите на расстоянии более четырех локтей мы сказали кармелит это море или поле или тупик где много людей не ходят по торе там можно было переносить можно вносить туда и выносить оттуда но мудрецы сделали забор чтобы люди случайно не нарушили не знаю не не знаю различия между общественным владением и кармелит и запретили вносить выносить и носить в самом этом кармелите например дом стоящий у леса лес это мы сказали кармелит там много людей не ходит в котором не установлен эруф и поэтому запрещается выносить из дома в лес и из леса в дом а также запрещено переносить в этом лесу на расстоянии более четырех локтей но разрешено переносить или передавать из макомптор в любое из владений и наоборот теперь макомптор мы сказали это такой же шкаф скажем на улице который меньше чем 4 на 4 кулака и ниже чем 10 кулаков или то же самое мы сказали яма если она глубже чем 10 кулаков и шире 4 на 4 она тоже является частным владением который уходит вниз дальше очень важное правило она говорит так запрет торы переносения предмета из одного владения в другое состоит из двух действий сделанных одним человеком когда человек нарушает запрет по торе когда он сам сделал акира акира это поднятие предмета в одном владении то есть у себя дома я взял этот предмет со стола и потом вышел на улицу и сделал анаха положить предмет в другом владении но мудрецы запретили переносить предмет даже в случае если предмет был поднят одним человеком и положен в другом владении вторым или то первое мечтает в трактации шаббат что человек стоял у себя дома а на улице стоял бедняк и он попросил его что-то поесть и человек стоялся дома хочет дать ему хлеб теперь если бедняк стоит с вытянутой рукой на улице я оставил себе дома я взял этот хлеб вы не свою руку на улицу через окно и положил ему в ладонь тогда я нарушил запрет по торе я сделал акира я взял его вынес на улицу и взял анаха и положил но если я вынес хлеб на улицу и тот у меня взял из руки тогда я сделал половину действия и он сделал половину действия я я оторвал а он положил хотя он тоже там взял или наоборот как бы там ни было по торе человек должен сделать оба действия оторвать из одного владения вынести в другой и положить его там но как они запретили даже половину этого действия как бы там ни было нельзя выносить перебрасывать передавать из одного владения в другое то пусть зайдет домой это пример такой сосед то если мы говорим на тех местах где нет его если если руб там проблем меньше еще пару аллахот говорит здесь так кирилла переулок тупик форма к форма коляска мудрецы и ром на улице у нас есть на этом городе есть иру где он живет 10 мудрецы запретили переносить предметы в переулках и тупиках один конец которых открыт на улицу общественное владение как мы сказали тупик как это называется dead-end тоже самое но этот запрет остается в силе до тех пор пока у входа этого открытого конца не поставят специальную установку теперь да 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 теперь есть есть такой тупик и человек хочет сделать его разрешенным для переноса мы с вами проходили это на вас ехать и рубин а что он делает это запрет остается в силе до тех пор пока у входа этого открытого конца не поставить специальную установку деревянный столбик высотой 10 кулаков или балку который перекидывает сверху с одной стены на другую у входа этого переулка то есть если есть тупик а если у входа в этот тупик я придел деревяшку высотой 10 кулаков один метр или сверху перекинул балку или вы можете увидеть кто и рук ли не бывает у них есть есть если у них такой тупик или выход да как здесь драйвы есть вот между двумя домами есть драйвы так это драйв открытие что делал ставят две палки забивает два гвоздя сверху и натягивают веревку я не знаю вы это не видели нет потому что до этого в этом драйвы нельзя было переносить после как это сделали можно почему для чего это сделано это знак для человека что это граница и дальше выходить нельзя поэтому человек вроде ничего там не сделал забор если дверь закрыта все уже нет проблем здесь нельзя даже забор ставить это первое второе в переулке открытым насквозь двух сторон на улицу общественного день необходимо установить форму косяка с одной стороны и деревянный столбик высотой в 10 кулаков и балку который перекидывает сверху с одной стены на другую со второй стороны этого переулка то есть если он открыт и узкий переулок когда надо с двух сторон сделать этот знак с одной стороны столбик с другой стороны поставить как косяк двери 12 что такое форма косяка 2 вертикально стоящие палки с минимальной высотой в 10 кулаков а третья стоит на них в горизонтальном в горизонтальном положении допускается сделать форму косяка даже веревкой как мы с вами сказали 2 столба ставится сверху перекрытие и ставится или деревяшка или просто натягивается веревка высота минимум 10 кулаков но не выше 20 20 локтей то есть не выше чем 10 метров мы станет и 4 метра чтобы метр чтобы машина заезжала и это было видно и 13 араха говорит так закон формы косяка действует вообще в общем дворе или в переулке открытым насквозь с двух сторон на улицу но для общественного владения улиц города шириной в 16 локтей не помогает эта установка там необходимо установить ворота с дверями с обоих концов после этого весь город будет считаться как один двор и нет необходимости устанавливать форму косяка или деревянный столбик высотой 10 кулаков или балку который перекидывает сверху с одной стены на другую то есть раньше как был город город был закрыт крепостной стеной и любом городе в америке если вы знаете есть улица которая называется main street почему main street это главная улица этого города и она проходила через весь город поэтому говорит если мы хотим таком городе переносить в шаббат на одном конце этой улицы ставится дверь и на втором конце этой улице ставится дверь она должна закрываться на какое-то время в течение суток тогда весь город считается одним частным владением и там можно переносить поэтому для сфарадим и ру должен быть именно такой чтобы было был забор или была стена с дверями для шкиназим достаточно провести нитку веревку вокруг этого района где люди живут и тогда это не как бы спускается мы вниз до земли и весь город становится одним владением поэтому для ашкиназим вопросов нету есть некоторые сфарадим которые тоже на это полагаются но не все полагаются на это потому есть которые люди ничего в шаббат не переносит чтобы выйти по всем мнениям не желательно нежелательно но опять есть там исключение когда есть исключение когда он разрешает тоже но желательно человек который может не полагаться на и ров постараться не выносить и ru мы сказали что человек должен знать были много случаев когда его ворвался человек приходил синагогу с ключами с платочками и так далее если всегда вы объявили что и ru не действует он должен все из кармана вытащить оставить здесь да или если он узнал это дома оставляет дома и уже ходит как обычный человек шаббат без не перенося ничего не в кармане не в руках и так далее поэтому человек мы устанавливаем замки на коде чтобы не носить ключи да нужно резинку вам держала она и видела выполняла функции то есть поддерживала брюки да еще раз что цельная ворота должны быть с двух сторон вы сказали да а если на цель не неважно любые ворота любым главное чтобы с двух сторон города двух сторон улицы они должны быть с двух сторон это этой улице она сквозная с двух сторон крест бульвар переходить проблема потому что он очень широкий есть мнение что даже этот и рув который есть он там тоже не проходит поэтому одна делается обычно отдельно а и ru для нашего района для того района из который уйдет вокруг поэтому есть который полагается из которой на клинс бульвар тем более не полагается и стараться его с вещами с ключами с другими вещами не переходить даже когда действует Ируф, потому что это очень-очень широкая улица. Амин и амин.